МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На ТВ8 новости в студии Юлия Будеч. Сегодня говорим о главном. 25 подозреваемых по делу о незаконном строительстве доставлены в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Обыски прошли по всей столице, в том числе и в Примарии. Здание отреставрированной президентуры пока будет закрыто для посещений. Строители сегодня устанавливали камеры видеонаблюдения. Ремонт продолжается. На участке столичной гимназии поместились две церкви, дом директора и голубятня. Власти намерены провести проверку. Администрация учебного заведения уверена, что строительство было законным. Жертв массового убийства в Керченском колледже провели в последний путь проститься с погибшими. Пришли 30 тысяч человек. Некоторым понадобилась помощь врачей. Масштабные обыски прошли сегодня в столице. Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники НЦБК наведались по нескольким адресам, в том числе и в Примарию. Задержанные замдиректора управления архитектуры, двое его подчиненных и технический эксперт, а также двое посредников. Как сообщили в НЦБК, задержанные проведут в следственном изоляторе трое суток. После обыска в столичном управлении силовики вывели одного чиновника и сопроводили его на допрос в НЦБК. От заявлений перед прессой тот отказался. Позже в Национальный центр по борьбе с коррупцией доставили еще одного человека. Говорить что-то на камеры он тоже отказался. Из-за обысков работу в агентстве архитектуры прервали. Те же, кто пришел сюда по делам, не совсем понимали, что происходит. Но сейчас уже закрыли двери почему-то. Я зайти зашел, а выйти не выпускали. Есть и в масках там, есть и так по гражданскому, есть и просто в форме. Обыски проводят, не знаю у кого они проводят обыски. И в Рио столичного градоначальника отметил, что не знает, кого задержали в премарии, но добавил, обыском в этом управлении он не удивлен. Ежедневно контактируют с физлицами. Не удивлюсь, если была налажена коррупционная схема. Утром мне сообщили, что у нас находится НЦБК. Не могу сказать, что рад, но и не расстроен. Хочу узнать цель визита, кто виноват и дело, по какой статье заведено. Сотрудников премарии подозревают в незаконной выдаче документов, необходимых для строительства. По данным НЦБК, задержанные чиновники за определенные суммы денег помогали получить документы, необходимые для перепланировки или перестройки здания, для получения лицензий и разрешения на строительство. Правоохранительные органы сообщают о десятках таких случаев. В управлении могли легализовывать пристройки, помогать увеличивать торговую площадь, выдавать разрешение на строительство мансарды, дома, террасы. НЦБК упоминает и о выдаче разрешения на строительство церкви на территории столичных учебных заведений и больниц, отмечает Ньюсмейкер. У чиновников были посредники, которые вели переговоры с заказчиками документов, и с которыми они делились полученными деньгами. Открыты уголовные дела по фактам коррупции и злоупотребления служебным положением. Ведется следствие. Два дня, с момента торжественного открытия, двери президентуры вновь закрыли. Глава государства опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с благодарностью властям Турции за финансовую помощь в реконструкции президентуры. Игорь Дадон пообещал, что в течение нескольких недели все желающие смогут попасть в здание, чтобы полюбоваться на отреставрированные залы. Продолжение следует... В само здание нам попасть не удалось. Но внутреннее убранство можно было лицезреть в интернете. Президент опубликовал фото в своем фейсбуке. Игорь Дадон выступил с речью ночной президентуры, где хорошо был виден фонтан, освещенный разными цветами. Спустя почти 10 лет после государственного переворота это здание, которое является символом государства Республики Молдова, наконец-то отремонтировано. Я рад, что это станет символом не только государства, но и Кишнева. И важно, что его отремонтировали не за счет государственного бюджета. Игорь Дадон также заверил, что через пару недель двери здания будут открыты для всех желающих. Раз в две недели день открытых дверей будет проводиться не только для кишиневцев, но и для всех жителей Республики Молдова. В своем видео Дадон упомянул и об апрельских событиях 2009 года, когда здание было разрушено. Вот как проходили ремонтные работы. И, наконец, как выглядит здание, отреставрированное на деньги Турции. Реджеп Эрдоган также появляется на видео во время своего визита в Молдову. За реконструкцию разрушенной президентуры после апрельских протестов взялась отобранная в результате тендера турецкая компания. Нам ремонт обошелся бесплатно, а всего на работу потратили 7 миллионов евро. Ремонт разрушенной высотки на Рыжкановке начнется со дня на день. Сегодня рабочие еще разбирали завалы с помощью подъемного крана. Столичные власти ожидают выводов экспертов. Жильцы пострадавшего подъезда смогут вернуться в свои квартиры как минимум через 8 недель. Ремонт наиболее пострадавших квартир продлится до марта. Этим утром рабочие трудились над сносом и вывозом перекрытия между 13 и 14 этажами, почти полностью разрушенного от взрыва. Его построят заново, а затем начнут восстанавливать и три других, менее пострадавших перекрытия. Проведение работ поручено Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Здесь говорят, что эксперты и проектировщики сейчас работают над проектом восстановления перекрытий. Только они и рабочие имеют доступ в подъезд. Остальным вход запрещен. У подъезда дежурят карабинеры. Сейчас строительные работы не проводятся. Сколько времени займут демонтажные работы? Думаю, сегодня-завтра, если все будет идти так, как планировалось. А дальше? А дальше мы получим экспертное заключение. И исходя из выявленных проблем, составен план дальнейших работ в этом подъезде. Мы стремимся в кратчайшие сроки сделать максимум возможного, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои квартиры. По словам специалистов, одно перекрытие ставится за два дня, после чего оно должно укрепляться в течение 14 дней. Затем монтируются леса для установки следующего перекрытия. За все отвечает строительная компания «Эксфактор Групп», которая до сих пор, как отмечали столичные власти, участвовала в ликвидации последствий взрыва на добровольной основе. Ранее правительство объявляло, что жильцы пострадавшего подъезда смогут вернуться в свои квартиры до 22 декабря. Пока же они будут проживать в санатории «Конструктуру» и в бывшей железнодорожной больнице. На ликвидацию последствий взрыва столичный мунсовет выделил 10 миллионов леев. Во сколько обойдется ремонт разрушенного подъезда, пока не уточняется. В Индии более 50 человек погибли, около 200 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу в штате Пенджаб. Там проходили гуляния, связанные с одним из главных праздников индуистов Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах, наблюдали сожжение чучела мифологического короля демона Равана, когда на них наехал поезд. В Керчи море слез и горечь невосполнимой утраты. Жертв массового убийства в Керченском колледже провожали сегодня в последний путь. Гражданская панихида прошла на площади в центре города. Почтить память родных, друзей и знакомых пришли тысячи керчан. Некоторым понадобилась помощь врачей. На центральную площадь Керчи сегодня привезли 17 закрытых гробов. Здесь собрались более 30 тысяч человек. Люди несли цветы и как могли поддерживали убитых горем родных. В городе сегодня действовали особые меры безопасности. Движение транспорта ограничили, работали спецслужбы, а всех пришедших досматривали на наличие опасных предметов. Некоторым становилось плохо. Дежурившие неподалеку врачи незамедлительно оказывали помощь. В понедельник у нее был юбилей. Сегодня мы должны были приехать всей семьей отмечать этот юбилей. А вот мы отмечаем ее юбилей. Я переживаю. У меня сосед, девочка погибла. Одна в матери. Такая боль невыносимая. Как я могу отдыхать, спать. Все болит внутри. За детей, одна молодежь. Еще трех погибших сегодня похоронили в Краснодарском крае. Как и в Крыму, здесь тоже день траура. Студента Владислава Раслякова, устроившего атаку на Керченский политехнический колледж, похоронят после проведения всех необходимых расследований и экспертиз. По словам местных властей, решение о месте похорон примут родственники молодого человека. Зигфрид Муришан прокомментировал инициативу демократов внести евроинтеграцию в Конституцию Молдовы. По словам евродепутата, Молдове необходимо ответственное правление, которое будет следовать принципам демократии. А все попытки присвоить себе проевропейские статусы и выиграть. Тем самым политический капитал не принесут весомых результатов. В Демпартии заявления еврочиновника не комментируют. Как заявил депутат Европейской народной партии в интервью для «Европа Либере», доверие институтов Евросоюза к молдавским властям уменьшилось как никогда за последние 10 лет. Любой, кто думает, что приклеив себе налог проевропейский орлык выиграет политический капитал, обречен на неудачу. Проевропейский характер партии или человека измеряется на основании одной единственной составляющей, а именно на основании действий, а не слов. К сожалению, в последнее время множество решений парламентского большинства и нынешнего правления были противоположными соглашению СС и взятыми на себя обязательства, противоречили ценностям и манерам европейских стран. По мнению европейского чиновника, политики используют референдумы как инструмент ради достижения своих целей, и всякий раз эти попытки были провальными. Когда политики пытались использовать референдумы в своих целях, каждый раз эти попытки были провальными. Есть множество примеров. В Великобритании в те времена премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза. Он был уверен, что результат будет отрицательным. Он надеялся укрепить свою политическую позицию. И что из этого вышло? Люди голосовали против премьера, Великобритания выходит из ЕС, а премьер вылетел на второй день после плебисцита. Зикрифт Мурешан также отметил, что лично для него Демпартия больше не является проевропейской, особенно после внесения поправок в Электоральный кодекс вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Показательным для еврочиновника был и факт отмены результатов выборов столицы. Инициатива демократов внести поправки в Конституцию и указать в Верховном законе европейскую интеграцию не набрала достаточного количества голосов в парламенте. Спикер Андриан Канду предложил провести референдум и спросить мнение граждан. В продолжении темы об инициативе демократов прописать евроинтеграцию в Конституции. Проведение референдума вместе с парламентскими выборами противоречит законодательству. Такого мнения придерживаются социалист Григорий Навак и либерал Лилиан Карп. Накануне депутаты выступили в эфире программы «Политика» Наталья Марарь. Гость студии депутат Валерий Гелецкий был иного мнения. Представитель парламентского большинства уверен, что так удастся сэкономить средства. Закон предельно ясно гласит, нельзя проводить референдум в течение 60 дней до и после парламентских выборов. В один день с выборами в парламент это просто невозможно. Если Лилиан Карп ссылается на постановление Конституционного суда от 2014 года, то Григорий Навак процитировал другое решение КС того же года. Закон о внесении поправок в Конституцию может быть изменен по меньшей мере после шести месяцев с момента оглашения инициативы. Не может быть в день выборов? Конечно, нет. Законодательство не запрещает. Это принцип или рекомендация Венецианской комиссии. Не проводить в день выборов. Американцы всегда проводят референдум в день выборов. Я считаю это самым лучшим решением, чтобы меньше денег тратить. Валерий Гелецкий также добавил, что проведение плебисцита в день выборов гарантирует необходимую явку. Очень трудно обеспечить необходимый кворум, когда референдум проводится в другой день, вне выборов. Мне кажется, это абсолютно бесполезная идея. Если люди согласны с европейской интеграцией, будущий состав парламента будет обязан это выполнить. Намного меньшую роль играет внесение этой формулировки в Конституцию. Служители Ефемиды подозревают в коррупции. Судья, прокурор и адвокат из Аргеева проходят по уголовным делам о пассивной и активной коррупции. По версии следствия, все трое пытались выгородить молодого человека, которого задержали по подозрению в наркоторговле. В обмен на 2000 евро судья пообещал супруге задержанного пересмотреть предъявленные ему обвинения. Прокурор и адвокат потребовали еще 3000 евро, чтобы дело завершилось успешно, и мужчину отпустили. В итоге всех представителей закона задержали открыты три уголовных дела. Прокурор и адвокат были помещены в изолятор НЦБК. В машине прокурора обнаружили 3000 евро. Судья пока находится на свободе. Двор одного из столичных учебных заведений оказался крайне вместительным. Здесь и две церкви, и частный дом директора гимназии, и даже голубятня для детской площадки места практически не осталось. Активисты требуют от властей разобраться в ситуации. Руководство гимназии говорит, что документы в порядке местных жителей. Похоже, ничего не смущает. А в управлении образования пообещали устроить внеплановую проверку. В гимназии номер 31 побывала и наша съемочная группа. Детская площадка во дворе гимназии номер 31 в секторе ботаника уменьшается с каждым днем. Целый корпус учебного заведения отдали под духовно-воспитательный центр. Рядом строят другую церковь. Прихожане продолжают ходить на службы и зажигать свечи, хотя нашей съемочной группе пояснили, что церковь закрыта. Некоторые местные жители предпочитают ходить сюда на службы. Говорят, близко к дому, да и священник дружелюбный. Нет, нам не мешает. Мы уже пожилые, приходим сюда. Здесь близко. Священник хороший. Дверь закрыта. Возможно, открыт проход через школу. Пожилые люди, которые живут поблизости, приходят сюда. Им удобно, близко к дому. Светлое здание и свежий фасад сильно отличаются от другого блока, где расположена сама гимназия. Здесь, по всей видимости, давно не делали ремонт. Окна старые, а стены местами и вовсе разрушены. Так около троллейбусного парка. Они же там тоже построили. И тут построили. Утром в 8 часов начинается звон колоколов или звон, что дети должны идти на учебу. Нежелательно, но что мы можем сделать? Такова ситуация. Есть некоторые проблемы, но я надеюсь, что все вопросы решат. Раз уже построили, не думаю, что многое изменится. Нельзя строить церковь, где шум и гам. Должна быть в спокойном месте. Как говорит замдиректора гимназии, церкви были открыты на законных основаниях, а все документы соответствуют к постановлению Примарии. Более того, Божий храм оказывает финансовую помощь учебному заведению, а каждую неделю духовный центр посещает около 200 детей. Согласно постановлению Примарии, учреждение получило в аренду это помещение с 2004 года до 2021. Мы являемся относительно уязвимым сектором. Благодаря этой церкви мы содержим себя как здание. Все окна были разбитыми, стены обветшали. Но и это еще не все. Директор гимназии построила неподалеку дом, где разводят домашнюю птицу и голубей. Мы попытались получить комментарий у директора учебного заведения, но сотрудники гимназии заявили, что чиновница в отпуске. Как говорят учителя, раньше на том участке был страшный беспорядок. Красивый, нормальный дом для человека, которому негде было жить, а сейчас есть где. Вот и начались вопросы. То этого строения с тем участком тоже были проблемы. Частенько собирались курильщики, наркоманы, подвыпившие люди. Глава муниципального управления образования пообещала провести внеплановую проверку в учебном заведении. Это беззаконие творилось на протяжении нескольких лет. За полгода навести везде порядок просто невозможно. Я направлю туда инспекторов с проверкой. Сегодня мы обсуждали ситуацию с той гимназией. В интервью для портала журнал «Дикишинео» Родика Гоцу сообщила, что намерена в суде добиваться лишения директора гимназии права собственности на участок, где она построила себе дом. Скандал вокруг гимназии номер 31 разразился неделю назад, когда группа активистов «Пэринт Солидарь» посетили учебное заведение и поведали об увиденном. В столице как минимум 10 церквей работают на территории учебных и дошкольных заведений. Турция приступила к поискам тела пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Операция началась в пригороде Стамбула, в лесу Белград и в городе Ялова. Между тем, полиция Турции провела второй за неделю обыск в консульстве Саудовской Аравии. Обыски прошли и в доме, расположенном неподалеку от резиденции посла в Стамбуле. Об этом сообщает «Евроньюз». На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео побывал в Саудовской Аравии и в Турции, где обсудил с властями исчезновение журналиста. По словам Помпео, власти Саудовской Аравии обещали обнародовать результаты своего расследования. Накануне, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что Джамаль Хашкаджи по всей вероятности уже мертв. Журналист «Вашингтон-Пост», известный своей критикой в адрес Эр-Риада, не выходил на связь со 2 октября, когда отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Позже СМИ сообщили, что у турецкой полиции есть аудиозапись, которая доказывает, что журналиста убили. Подарок президента Турции Министерству внутренних дел Молдовы окутан тайно и спустя сутки после того, как Реджеп Таип Эрдоган заявил, что подарил две спецмашины для разгона протестующих. Представители МВД и госканцелярии пожимают плечами, говорят, что не знают, где находится немаленький подарок. К слову, бронированные машины ТОМа оснащены водометами и распылителями газа. В 21.30 накануне прибыли две спецмашины для разгона массовых демонстраций, сокращенно ТОМа. Их будет использовать Министерство внутренних дел. Это спецмашины для подавления массовых демонстраций. Об этом накануне в рамках визита в Гагаузию заявил турецкий лидер. Мы попытались узнать, доехали ли бронированные машины до места назначения и как их будут использовать молдавские правоохранители. Советник министра внутренних дел заявила, что в распоряжение полиции пока эти машины не поступили. Когда технику передадут в использование, ее будут применять для обеспечения общественного порядка. Советник главы государства также не владеет информацией о том, куда могли быть доставлены машины ТОМа. Президентура не владеет никакими документами на транспортные средства. Все машины находятся на учете государственной канцелярии. Нам не удалось получить ответ у представителей госканцелярии. Главный консультант по связям с общественностью Алина Мерлич пообещала перезвонить. Однако никакого комментария не поступило. Бронированные машины ТОМа использует турецкая полиция, экспортирует спецмашины в Азербайджан, Ливию, Зимбабве, Грузию и в Казахстан. Как говорится в описании спецмашин, они оснащены распылителями, газа и водометами. Весят ТОМа около 40 тонн. Археологическую находку внушительных размеров обнаружили в столичном микрорайоне Малая Малина. Во время раскопок на строительной площадке рабочие наткнулись на подземные галереи. По оценке специалистов, глубина подвала в 70-х годах составляет около 4 метров. Но особой архитектурной ценности они не представляют. Строительная площадка на улице Тастимициану. Строители занимались укладкой фундамента для будущего здания и вдруг наткнулись на нечто необычное. На место прибыли эксперты. Наши съемочные группы не разрешили попасть на территорию стройплощадки. По словам исполнительного директора агентства по реставрации памятников всего было обнаружено три подземных сооружения. Но особой исторической значимости они не несут. Я предполагаю, что это могла быть канализационная система советских времен или подземный тоннель 70-х годов для эвакуации на случай ядерной атаки. По словам Штифаницы, подземные галереи скорее всего снесут, а строительная компания продолжит запланированную на этом участке работу. Если мы точно установим, что эти строения не несут какую-то особую значимость для культуры и истории, экономический агент сможет продолжить работы. Ион Штифаницы добавил, что большую ценность представляют подвалы 50-х годов. Их выкладывали особым камнем. Один из таких подвалов расположен на улице Александру Челбун. Такой была эта пятница. Я же напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте нам свои фото и видеоматериалы в редакцию сайта tv8.md или звоните по телефону, указанному на экране. Ваша информация непременно станет новостью. Смотрите прямые трансляции нашего телеканала в Твиттере, на Фейсбуке и в Одноклассниках. Оставайтесь на ТВ8. Всего доброго и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова